В городе предприняты антикризисные меры. Куда можно пожаловаться на коммунальщиков? Как прошел массовый лыжный забег? Об этом и не только. Ближайшие 5 минуты. Это Нижнекамские новости в студии Лилии Горова. Здравствуйте. С возможными последствиями кризиса должны бороться специальные комиссии. На днях такое решение принял Рустам Миниханов. В нашем городе комиссия уже сформирована. Помимо депутатов туда вошли предприниматели, представители силовых структур и руководители градообразующих предприятий. В первую очередь комиссия займется мониторингом ценно-продовольственные товары. Подробности в итоговом выпуске новостей в 18.30. Мы должны рассмотреться. Проблемы жилищно-коммунального сектора. Также горожане могут получать информацию о тарифах, передавать показания счетчиков, задавать вопросы различным специалистам. В муниципалитете подсчитали убытки от прошедшего урагана. Сумма ущерба превышает 5 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщили на деловом понедельнике. 2 февраля в зону стихийного бедствия попали 26 населенных пунктов района, где проживает свыше 5000 человек. Частично пострадали 138 жилых домов, в которых проживает 525 человек. Из-за непогоды произошли порывы линий электропередачи. Были повреждения на участках газопровода. Сейчас руководство города взяло ситуацию под личный контроль. Также помощь окажет руководство республики. Около 8 тысяч нижнекамцев приняли участие в акции «Лыжня России». Стартовали лыжники в минувшую субботу. В гонках приняли участие как профессиональные спортсмены, так и любители. Ограничений по возрасту не было. Самые масштабные лыжные гонки традиционно проходят в лесном массиве возле физкультурного комплекса «Батыр». Сейчас, пока у нас прошел забег сильнейших, стартовали мужчины старше 18, юноши до 18 лет, женщины старше 18 и девушки до 18 лет. То есть был забег сильнейших. Отпределили сейчас победители в каждых возрастных группах. У нас 4 возрастные группы. Итоговый выпуск новостей выйдет в эфир в 18.30. И вот одна из тех выпуска. Пушка переедет. Что появится на ее месте около монумента победы? А я напомню, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 077. Также сообщения можно присылать через сайт интертв.ру. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok